Друзья, всем привет! Это рубрика про Россию с любовью. И сегодня мы с вами поговорим про еду. А именно, я расскажу вам про 9 блюд, которые появились у нас в России и стали популярными на весь мир. Ну или, в крайнем случае, какую-то большую его часть. У меня Женя за кадром, он будет там периодически вставлять свои искрометные комментарии. Я знаю, что вам они нравятся. Правда, нравится? Надеюсь. Всем привет. У меня сегодня будут больные комментарии, потому что я немножко приболел, и у меня такой голос. Надеюсь, не заражу вас. Комментарии полные боли будут у него. Итак, ну вообще, я хотела предысторию рассказать. Просто у нас, например, в Ульяновске город на Волге расположен, и у нас нет ни одного заведения с национальной кухней, с местной, с локальной. Вообще, не в курсе я, чтобы они были. У нас очень много итальянских ресторанов, каких-то средиземноморских на Волге ресторанов, роллов, суши, пиццы и так далее. Вот этого полно. Но грузинские, естественно, куда без них. Локальных ресторанов нет. И мне становится от этого грустно немножко, потому что, ну потому что, как бы у нас, на самом деле, классная есть еда в России, национальная кухня, и какая-то современная национальная кухня. Потому что, понятное дело, что то, что готовили там 200 лет назад, оно сейчас выглядит по-другому, просто потому что продукты другие стали. Это ок. Не нужно, не всегда нужно стараться повторить в точности блюдо, как оно было 200 лет назад. Оно, возможно, сейчас вкуснее. Скорее всего, вкуснее. Да. Поэтому сегодня говорим о блюдах, которые у нас в России придумали. Первое блюдо – это, конечно же, блины. Вообще, вообще, блины есть в национальных кухнях многих стран. Например, там во Франции такие тонкие блинчики-крепы. Называют крэпы, как правильно сказать, не знаю. Крэпы? Да-да-да. В Марокко это багриров, такие блинчики из манки. Помнишь, мы ели? Да, мы их ели, я не помню. Да. Такие оладьи, как оладьи, только из манки. А, да-да-да, на завтрак. Да-да-да, они такие достаточно безвкусные, но они впитывают в себя вот эту вот штуку, которую ты поливаешь, там, мёд, сироп. Ну, прикольно. В Америке панкейки, естественно. А у нас вот блины. И, кстати, русские блины, они за границей так и называются, русские блины. Блин, то есть это не переводится никак, потому что наши блины, они, ну, если мы говорим про традиционный рецепт, они готовились на дрожжах всегда. То есть у нас такой красный русский блин. Это вот считается традиционный рецепт. Понятно, что это сейчас всё там перемешалось, блины там, и на кефире, и на молоке с дрожжами, и без. Но вот считается, что классический русский рецепт – это вот красные большие, большие блины. Не оладьи, а именно блины. Вот. И вообще, кстати, есть интересная история. Ты наверняка знаешь, я тебе рассказывала, как блин придумали. Мужик дома остался один. У него... С этого всегда всё и начинается. Да-да-да. Все изобретения мужик дома один остался. Ну, готовили раньше в русских печах. Не было пыли, духовок, были печи. Вот. И у него, значит, там стал кисель. Наверное, жена ушла куда-то, сказала, следи, не забудь. Ну, естественно, мужик что, забыл? Ну, забыл. Забыл кисель? Да, в печи. Такой, ё-моё, сейчас жена мне даст. Такой, прибегает, а там как бы всё пригорело. Кисель... А, кисель варился овсяный тогда. То есть нормальная история. Вот. И там, получается, вот такой, ну, кисель сухой. А, он выкипел весь и остался на донышке. Да-да-да. Ну, и получился блин, лепёшка. Вот считается то, что мужик вот так вот, блин, изобрёл. Я не знаю, насколько это правдивая версия, но вот есть такая легенда. Мужики вообще очень изобретательные. Я помню... Мне почему-то вспомнилось, я когда в детстве родители когда-то уезжали куда-нибудь, например, я оставался один, мне было крайне лень мыть посуду. Я тебя перебью, прости, я тебе напоминаю, что твоя мама смотрит наши выпуски. Есть некоторые вещи, которые мы лучше не рассказывать. Да нет, тут ничего страшного. Мне крайне лень было мыть посуду, и я её оборачивал плёнкой. И, ну, соответственно, брал тарелку, оборачивал её плёнкой, клал на неё еду, потом грёзную плёнку берёшь, выкидываешь, тарелка чистая, всё. Гениально вообще, лучше не придумаешь. Ну, для ребёнка как бы... Какая нафиг мне эстетика нужна была, зачем? Мне надо было с пацанами бегать. А почему ты одноразовые тарелки не купил? Так вот, откуда у меня деньги были на одноразовые тарелки? А плёнка была в доме? Ну, плёнка была, да, там какая-нибудь. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, с какими начинками блины вы любите больше всего есть. Я вот люблю с сгущёнкой. Вот так вот сгущёночек, в трубочку завернул. Ммм, просто шикарно. Второе блюдо – это, конечно же, квас. Но если с блинами ещё ведутся споры, да, кто их первый придумал, потому что они есть везде, ну, то квас – это вот, ну, прям точно исконно русский напиток. Вот здесь не поспоришь. И квас, кстати, переводится, даже слово само оно исконно русское, переводится как «кислый напиток». Это вообще прекрасно его вкусовые качества характеризует. Но самое интересное, что есть история, не знаю тоже, насколько она правдивая, как квас придумали. Значит, тебе интересно будет сейчас, Женя. Мужик остался один дома опять. Как всегда. Да. Традиционный начал. Все, главное, удивляются, почему мужики только вот изобретают, да? Пока женщина там своими делами занимается, мужик просто залип на чём-то, что-то в основном прошляпил. Ну, вот, да. Короче, он там дома остался один, и там дождь шёл, не знаю, что было, у него, в общем, в амбаре лежало зерно. И пока он там куда-то залип, PlayStation не было тогда, не знаю, куда он там залип, оно, короче, промокло в амбаре. Ну, он такой, ну что, надо просушить. Пошёл на солнце, разложил зерно. Было тепло, жара. Значит, это всё зерно, он, видимо, опять залип куда-то, вовремя не убрал, они проросли, эти зерновые. Процесс пошёл. Ну чё? Он такой, блин, ну что, ну молоть надо, как бы, чё делать-то? Пошёл, значит, муку это перемолол, всю историю. Ну, тесто замесил, пробует, чё-то как-то, кислое тесто. Ну, из пророщенного зерна, не очень. Он такой, ну ладно, второй раз попробовал. Жена говорит, что за фигня вообще-то, чё тут мне, чё за муку принёс? Это я его взял. Ну, в итоге он, ну, дело-то чё, надо же как-то спасать. Он это тесто взял и залил водой зачем-то. Ну, наверное, опять забыл, потому что через несколько дней, не сразу, он эту воду пробует, она на вкус кисленькая, газированная, и таким вот образом родился, собственно, квас. Клёво. В общем, я понял рецепт изобретения. Берёшь мужика, просишь его что-нибудь сделать, оставляешь на сутки, возвращаешься, и он тебе что-нибудь изобрёл точно. Сделал, но не то. Кстати, кстати, интересно, что раньше профессия, как это, квасник, или как она там называлась, в общем, квасодел, она считалась почётной. То есть прямо была профессия такая. И квас сделали не только там на хлебе, на динозерне, вот про что мы сейчас рассказывали, квас сделали на фруктах, на ягодах, на овощах. То есть это нормальная история. И я, кстати, видела рецепт свекольного кваса, надеюсь, мы летом попробуем. Я тебя дома оставлю. Вреду. Попрочешь меня сварить щи, вернёшься, а будет у тебя... Нет, точнее не щи, а борщ как-то. Борщ попрочешь меня сварить, вернёшься, будет свекольный квас. В общем, мне что-то после этой истории очень сильно захотелось о кружке. Надо сделать. Третье блюдо исконно русское, это, конечно же, салат оливье. Про него все знают, и все знают почему-то, как его правильно готовить. Все. Причём каждый правильный рецепт противоречит предыдущему правильному рецепту. Но вообще историческая справка небольшая. Этот салат был создан Люсиеном Оливье в 1860-х годах для его ресторана Эрмитаж в Москве. То есть реально российское изобретение. Его оригинальный рецепт включал внимание хвостраков, каперсы, мясо, рябчика, картофель и майонез. Естественно, потом в советские годы появилась, точнее, вариация салата советские оливье. С варёной колбаской, с зелёным горошком. Зелёного горошка в оригинале вообще не было. Ну, как бы, где он тут? Нет. Вместо каперсов, наверное. Ну, мне кажется, каперсы, зелёный горошек, они вообще по вкусу не похожи. Даже по текстуре. Как бы и варёная колбаса с хвостами раков тоже не на одной полке лежит. Ну, в общем, вот. Споры о самом рецепте ведутся до сих пор, причём как и об оригинальном, какой он был на самом деле. Были там раковые шейки, раковые хвосты. Очень интересно. Вот. Ну, явно не варёная колбаса. Так и сейчас, в 23-м году, у каждой хозяйки, наверное, у каждой семьи есть свой рецепт. Я, например, не считаю какой-то правильный. Мне кажется, правильный этот оригинальный, а всё остальное – это вариации, и просто все готовят так, как им хочется. Ну, а за границей так и говорят, что это русский салат. То есть если мы называем оливье, то за границей оливье будет написано русский салат. Вот такие дела. Четвёртое блюдо – это ватрушка. Ватрушка – тоже исконно русское слово, точнее, даже, наверное, не русское, а древнеславянское. Скорее всего, как и блины, между прочим. Потому что блины – историю свою. Ого-го, когда ещё начали. И это расшифровывается, как выпеченное изделие из добного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка из творога, варенья или повидла. Даль приводит в своём словаре историю слова, то, что ватрушка появилась от слова «вотруха», которое означает «начинка». Ну, я вообще люблю ватрушки. Ты помнишь, как в столовой ватрушке мы ели с тобой, нет? Помнишь? Конечно, помню. Творог. Да, творог там. Творога было достаточно много. Да, да. Но и тесто сбоку было тоже полно. И зачастую я просто съедал серединку. Что-то я не удивлена. Мне ещё нравилось то, что под слоем творога тонкий слой теста, да, и мокренький. Вообще разновидности ватрушки или очень похожих на них блюд есть у многих народов. У нас как бы в России многонациональная страна, у нас очень много всяких народов и регионов со своей национальной кухней. Например, есть шаньга, перепечь, калитки. Это всё, в принципе, можно считать разновидностью той самой ватрушки. Пятое блюдо – это пироги. Вот пироги – это тоже вообще исконно русский вариант. Пироги, пирожки, большие, маленькие. Пироги к нам пришли тоже от древних славян. И корень – пир у слова, то есть это пиршество. Пироги были ритуальным блюдом и их готовили и на свадьбу, и на поминки, и, в общем, вообще на любой повод. Не просто, чтобы поесть, но вот это было такое блюдо, которое обязательно должно было быть на определённом событии на столе. Вот такая история. И, кстати, первые пироги в Древней Руси изготавливались из пресного пшеничного теста, крупного помола, то есть ржаные. Мука была ржаная, потому что она стоила дешевле. И бедные слои населения ржаные пироги чаще готовили. Потом, когда изобрели закваску для дрожжевого теста, слоёное тесто, потом придумали такие более богатые слои населения, они готовили немножко другие пироги. И если сначала, опять-таки, такие крестьяне, да, не сильно богатые, они начинку для пирогов использовали, там, крапиву, капусту, в общем, всё, что растёт, травку в основном, то потом стали готовить там с картошкой, когда картошка появилась, и потом стали уже там рыбу добавлять, мясо. В общем, вариантов было очень много. То есть пирог – это было такое блюдо, которое всегда на столе было и у бедняков, и там у среднего сословия, и там, не знаю, у царей, например, на столе. Просто начинки были разные, и тесто немножко отличалось. Вот, мне захотелось пирожков. Мне, кстати, любимые пирожки бабушка делала с луком, зелёным и с варёным яйцом, или с рыбкой. Вот. Вкусняется. Напишите в комментариях, какие любимые пироги у вас. Шестое блюдо – это щи. Вот я знаю, что ты щи просто очень сильно любишь. Обожаю щи. Надо сварить, кстати говоря. Вот на шестом блюде я поняла, что мой живот очень сильно хочет поесть уже что-нибудь. Щи появились в русской кухне достаточно давно, тогда, когда капуста появилась. То есть капуста, на самом деле, она не всегда была. Она тоже, когда с какого-то времени появилась в русской кухне, это был примерно девятый век. То есть очень-очень давно. Ну, как капуста появилась, стали щи варить. Но, кстати, нужно сказать, что щи не только из капусты делали, и крапиву добавляли, всякую разную зелень. Вариантов их очень много. Да и из капусты тоже. То есть там свежие капусты щи, с кислой, с уточной щи. Когда кастрюлю со щами выносили на улицу, на мороз зимой, они замерзали, потом размораживались, и такая консистенция продуктов менялась. Они такие нежные были. Вот, и даже вот Похлёбкин подсчитал 24 варианта щей. От пустых, постных до богатых. С мясным бульоном, в качестве Похлёбки. Очень-очень много. Боярские щи, царские щи, уральские щи, какие-то ещё, господи, грибоедовские. Ну, то есть прям это вот такое блюдо, которое русские просто очень сильно любят. Если, наверное, спросить, какой у нас национальный суп, можно сказать, что щи. Щи будет точно там где-то в тройке. Но уха мне приходит в голову. Я, правда, не знаю национально. Наши это русское исконное или не исконное? Не русское. Но вот уха, борщ, щи, мне кажется, это вот тройка первых блюд, которые точно у нас у всех на столах. Да-да-да. И интересно, кстати, что... Ну, понятно, что в регионах очень сильно отличались рецепты. Это нормальная история. В семьях, регионах отличаются рецепты. Потому что у нас страна очень большая. И если сейчас ты можешь залезть в интернет, посмотреть рецепт, и, грубо говоря, приготовить в Ульяновске щи так, как на Камчатке делают. Потому что кто-то из Камчатки выложил и показал, как он это там готовит. Ну, не знаю, может, они там с рыбой варят щи какие-то. А то раньше, конечно, люди не могли узнавать информацию так быстро и так далеко. И они очень сильно отличались по регионам. Вот как у них там в губернии, грубо говоря, готовят, как принято, какие продукты есть, так они и делают. Вот. Поэтому локальная кухня, она была такая всегда очень интересная. У меня, кстати, тетя моя родная, она варит щи на, господи, на консервах рыбных. Представляешь? О как. Я никогда не пробовала. Причем суп сайра мы варили иногда. Но вот чтобы щи с рыбными консервами, вот тут как раз какая-то локальная история. У меня щи строго ассоциируются с говядиной. Да-да-да, вот у нее тоже. А у нее вот нет, она всю жизнь так варит, и ей прямо вкусно, а на говядине она не сильно любит. Вот, интересно. И, кстати, раньше щи, естественно, готовились в печи и в русской, потому что не было ничего другого. А в чугунке, в таком вот, ну, короче, кастрюля чугунная, и этот чугунок, его мыли особо тщательно, и там какие-то песенки пели, заговоры читали. То есть, ну, нас любили люди как-то. Ну, развлекаться надо. Да-да-да-да, бытовые истории, вот там петь, что-то, что-то делать. Интересно. Радио не было. Такой внутридомовой подкаст получался, культурный. Да. Очень интересно еще про капустник. Ты знаешь, что такое капустник? Ну, то, что в школе, там, на выпускном мы делали. Про это речь? Капустник? Ну, типа того. Ну, то есть, сейчас, да. Но само слово появилось из одной традиции. Я так понимаю, что она у нас была во многих регионах. Вот, например, в Сибири. Женщины собирались по вечерам и рубили капусту. Они красиво наряжались в национальной одежде. Там, кишли. И с дома вышли. На тусовку. На тусовку, да-да-да. Пели, приглашали детей, рассказывали им сказки и рубили капусту. Вот. И, собственно, отсюда появилось слово капустник. То есть, такой, тусовочка такая, да. Я бы на это вообще с удовольствием посмотрел. Ну, реально, как. Особенно, вот, посмотрел бы в той интерпретации и в современной интерпретации, чтобы тоже современные девушки нарядились. Сиделись такие, накрасились, пошли рубить капусту. А, это интересно. Можно клип снять так за слово «мо». Я уже представляю, как это выглядеть будет. Да, это забавно. Восьмое блюдо русской кухни – это беляши. Почему я говорю про русскую кухню? Потому что у нас Россия многонациональная страна. Я сколько раз это сказала? Интересно, пока про блюда рассказываю. Но, на самом деле, так и есть, потому что многие, ну, грубо говоря, чак-чак, можно сказать, что тоже в России придумали, потому что у нас в Татарстане вот 200 километров. Российское блюдо. Да, 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 да. 200 километров вот от нас нам 2-3 часа на машине ехать. Беляши – это то же самое практически, что ватрушки, только с мясом. Но ватрушки, они у нас в печи, в духовке сейчас запекаются, а беляши, они жарятся во фритюре. И интересно, что в советское время беляши были таким уличным, вокзальным советским стритфудом. То есть, если мы сейчас можем в любой момент там в Питере купить шаурму, не только в Питере, да, вообще везде у нас там в Ульяновске, где шаурма, шаверма, хот-доги продаются, то раньше это были беляши. Мне кажется, ничего не изменилось. Я буквально недавно был на рынке, вот я за мясом ездил, и там у входа в рынок стоит киоск с беляшами, чебуреками, типа, просто стритфуд. Да-да-да, но раньше просто их было очень много. Прямо такой вокзальный, прям так и говорили, беляши это вокзальный стритфуд. Ну да-да. Это вообще блюда татарской, башкирской, калмыцкой и казахской кухни. И последнее на сегодня блюдо это пельмени. Вообще считается, что пельмени появились в Китае. Ну как бы вот такая версия. Они оттуда пришли. Но они у нас настолько плотно уже в русской кухне укренились, я раньше думала, что они у нас в России появились. И вообще докажите, что они из Китая, пожалуйста. Где доказательства? Где? Архивы поднимите мне, пожалуйста. Архивы. Считается, что китайский вариант попал в русскую кухню через Сибирь, на Урал, и примерно в 15 веке это произошло. И долгое время пельмени были традиционной едой именно вот там на Сибири и на Урале. И потом только они распространились на всю русскую кухню. Вот. Но это такая же история, как с локальной кухней, про которую я рассказывала. Когда люди там в деревнях готовят что-то, это далеко не уходит. Потом какой-нибудь путешественник приезжает, а тревел-блогер по-современному, он потом блюдо попробовал, он потом поехал, дальше там всем рассказал. Такая история была, потому что не было там журналов, рецептов, интернет, телевизора и вот этого всего. Такой национальный кулинарный фольклор. Да. Это вот как со сказками было, которые до нас дошли. Они же изначально-то вообще по-другому звучали, многие сказки. А из-за того, что одному человеку расскажут, он там себе что-то придумывает, додумывает, как-то ее украсят, эту сказку расскажут. Мне не нравится эта концовка, я по-другому решила. Да-да-да, мне не нравится эта концовка и так далее, из уст в уста. И то же самое, получается, было с блюдами. Да-да. Просто передавали рецепты, и поэтому так много разных вариаций. Вот мы и разгадали загадку. Все. Мы раскрыли тайну. И считается, что слово пельмень финно-угорского происхождения и переводится как хлебное ухо или ухо из теста. Ну, понятно, почему, потому что форма на ухо похожа у пельменя. И во многих русских деревнях, селах и народах, наверное, у них есть традиция делать счастливые пельмени. Я просто не знаю, у кого точно. Я, слава богу, такое не пробовала. Но я знаю, что у нас даже вот сейчас, когда пельмени лепят дома, это же прям целое мероприятие лепить пельмени всей семьей. Прям все. Да-да. Вот. Да, что-то туда кладут. И в лучшем случае это будет, допустим, если все пельмени с мясом, это будет с картошкой или там с вареньем с какой-нибудь, или острый просто очень, то в худшем случае там будет, блин, монетка, которая тебе зуб может сломать. Или кость. Или кость? Да, насколько я знаю, кости тоже клали. Кости клали? Серьезно? Вот, я не знала. Вот, в общем, мне посчастливилось не есть счастливый пельмень. Но самое интересное просто, что если тебе счастливый пельмень попался, то ты, блин, счастливый, но без зуба. Понимаете, да, какая история? Надо чем-то жертвовать. Да, да. Кстати, у нас еще в России, на Руси точнее, сонники очень были одно время распространены. Может быть, и сейчас, не знаю. Раньше прям сонники, прям, ну, нормальная история была. Заглянуть в сонник. Ну, конечно, да. И там прям было написано, к чему снится пельмень. Вот, например, если тебе приснился стол, щедро уставленный пельменями, это значит что? Это значит, что будет встреча с дорогими друзьями у тебя. Круто. Вот такая, да, история. Вот такая у нас получилась прекрасная, вкусная подборка русских блюд. Напишите в комментариях, какое из этих перечисленных девяти ваше самое любимое. А может быть, мы что-то забыли добавить. Ну, скорее всего, что-то забыли, потому что их не может быть девять, правильно? Их, наверное, много. Конечно. Это только начало, я думаю. Вот, поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы тоже об этом расскажем в следующих выпусках. Пишите вообще комментарии, как вам наша рубрика про Россию с любовью. Ставьте лайки и все такое. В общем, мы рады вас видеть. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok